Это выдающийся феномен. Но вот по той же причине нет равновесия его. В городе он ещё так сяк. Окинули его на природу, тут он, понимаешь, и похит. За комнату вдвое переплатил. Паспорт нельзя сдать на прописку, вот как просрочить. Хочет побриться, бритвикапут. По той же причине сгорает утюг. Чуть шок, короткое замыкание. Вся дача во браке, жена в слезах. Ну и хожу за ним, как за детьми. Он ломает, я чиню. Он ломает, я чиню. Ой, вы знаете, у меня муж Витюша такой доверчивый. Всё, что ему не скажет, всему верит. Вот у него на улице попросили мобильный телефон позвонить на пять минут. Он стоял до вечера, ждал. Наверное, говорит, не могут дозвониться, я завтра приду. Где-то прочитал рекламу. Хочешь выиграть сто рублей? Вышли двести по такому-то адресу. Он выслал, теперь сидит, ждёт выигрыша. А тут вчера прибегает, Любочка, такая радость. Я тебе в подземном переходе куртку купил. Армани. Всего за триста рублей. Я говорю, Витюша, ты же внимательнее почитай. Это не Армани, а Армяне. Целый год с ним деньги на отпуск копили. Он поехал на вокзал билет покупать. И все деньги отдал каким-то проходинцам. Я говорю, Витюш, ну что ты сделал, а? Ну они же попрошают. Он говорит, нет, Любочка, ты что? Это очень хорошие люди. Просто они отстали от поезда. Понимаешь, я им дал деньги на билет, чтобы они уехали. Я говорю, ну и где они уехали? Смотри, они все здесь ходят. Он говорит, ой, им, наверное, денег на билет не хватило. Надо добавить. Я говорю, ага, иди добавь. Но 8 марта подарил мне итальянский блеск для губ. Я говорю, действительно итальянский? Он говорит, да, а что? Я говорю, нет, ничего, просто в нем две мухи плавают. Он говорит, странно. Я же у самих итальянцев покупал. Они прямо из Рима сюда на маршрутке приехали. Он какой наивный. Телесериалы смотрит, плачет. Посмотрел этот телесериал, не родись красивый. Начал главной героине деньги собирать на пластическую операцию. Говорит, Любаша, ты представляешь, она мне в кошмарах снится. Тут по телевизору увидел группу Виагра. Говорит, ой, что ж девчонки-то в одном белье поют? Наверное, надеть нечего. Начал им собирать посылку. Купил три байковых халата, шерстяные ритузы и зеленые войлочные тапочки. Здесь их опять по телеку показывают, они опять в одних трусах поют. Он говорит, наверное, посылка еще не дошла. Я говорю, Витюша, да если они наденут все, что ты им купил, им придется название группы менять. Была группа Виагра, станет группа Новопассит. А тут недавно в дверь позвонили бандиты, сказали, что они служба газа. Он открыл, ему по башке, все ценное забрали и ушли. Я говорю, Витюша, ну зачем ты дверь-то открывал? Ты же видел в глазок, что они с пистолетами. Он говорит, а я думала, они отстреливают только тех, кто за газ не платит. Ну что с ним делать? В рекламу верит. Разбил семь фужеров, вызвал мистера Проттера. Жвачку не жует, боится, что две тетки со шлангами ему в рот залезут. Здесь где-то услышал, масло злато, но чудеса богато. Выпил целую бутылку. Ждал чудес. Дождался. Потом не знали, что сделать, чтобы чудеса закончились. Здесь недавно прихожу домой, на полу стоит пустой ящик из-под пива и мой валяется. Я говорю, Витюша, ты что делаешь? Он говорит, собирал 20 крышечек от старого мельника. Хотел поехать в Европу, но теперь уже не смогу. Но он со школы был таким доверчивым. Он еще в школе верил, что Ленин жив. Ходил в мавзолей, носил ему бутерброды. Но он просто думал, что тот спит. Пионер-вожатая в лагере ему сказала, Пионер, родине нужен металлолом. Он сдал все. Железную кровать, холодильник, даже бабкины металлические зубы. Потом пошел работать на завод, работал электриком. Ему комсорт сказал, Витюш, возьми на себя повышенные обязательства. Повысь напряжение с 220 до 500 вольт. Он повысил. В цеху подумали, что началось северное сияние. Потом комсорт ему сказал, Витюш, надо работать без выходных. Восемь ночных смен подряд, глаза отвагу и горят. Его домой после восьми ночных смен на носилках принесли. У него глаза горели, как у зомби. Он ничего не соображал, ночью мне на кровати нащупал. Говорит, это еще и станок простаивает. Кто на нем должен работать? Я говорю, ты, Витюш. Потом узнал, что пообещали, что к 2000 году каждая семья получит отдельную квартиру. Он поверил, начал вещи собирать. 20 лет на тюках живем. Я говорю, Витюш, ну что ты такой доверчивый, а? Ну что ты всю жизнь пахал, не ел, не пил, на полгроба не скопил, а? Ну посмотри, у тебя болезни, как иголок у ежика, а пенсия у тебя, как у гномика. Ну, тебе вот в аптеке по карману только зеленка. Ну что ты всем верил, этому Гайдару, Чубайсу, тети Аси, Мавроди, Лене Голубкову, а? А он мне говорит, Любочка, ну а как же на свете жить, если людям не верить? Я говорю, как? Ты бери, например, с нашей внучки Полиночки. Она тут недавно мне звонит и говорит, Бабуль, ты когда умрешь, квартира мне достанется. Я говорю, а в чем дело-то? Да мы тут в садике к 8 марту бабушкам открытки делаем, там надо вырезать, клеить, рисовать, и я подумала, есть ли мне смысл корячиться. Ой, мне все мои подруги говорят, что ты с ним живешь, а? Он же у тебя дурак. Ну как им объяснить, а? Вы знаете, тут недавно у нас по подъезду человек ходил, звонил в каждую квартиру и говорил, что скоро будет конец света. И спасутся только те, кто заплатит 500 рублей. Я прихожу, мой Витек мне говорит, Любочка, за двоих-то надо было тысячу заплатить, а у меня всего 500 было. Любочка, я подумала, подумала, и за тебя заплатил. Любочка, теперь ты точно спасешься. Не веришь? Эх ты, смотри, мне даже сертификат выдали. Я посмотрела, говорю, Витек, это же фантик от конфеты «Золотые купола». Ну что мне с ним делать? Тут недавно по телевизору увидел блондинку, она там в одном белье стоит и шепчет, позвони мне. Расскажи мне самые свои сокровенные желания. Ну, Витек позвонил. И начал ей рассказывать, как он баню хочет рубероидом покрыть, навоз на огород привезти. В общем, в истории секса по телефону это был единственный случай, когда она первая бросила трубку. А вот я его никогда не брошу. Знаете почему? Да потому что он единственный, кто верит, что я самая красивая, самая умная, и то, что я готовлю, можно есть.